Всем привет! Сегодня будет история об адекватности туристов, которые приезжают в Испанию, и о работе полиции. История. Вчера ночью мы закончили работать, уже было поздно, время где-то, может быть, половина первого ночи, плюс-минус. И мы шли с площади в центре города, хочу подчеркнуть, домой, на зебре. Ехал француз, и он прям в наглую решил нас не пропускать. Он прям почти по нам проехал. Я ему постучал в окно и говорю, э, так делать нельзя, ты должен нас пропустить. При этом я как бы не на повышенных тонах, все максимально адекватно, но с возмущением, что это что такое. Потому что на зебре в Испании со 100%, ладно, вычеркиваем французов, с 99% вероятности пропустят, обязательно остановятся на зебре и пропустят. В редких исключениях, да, там, когда ты, не знаю, выходишь из-за угла, и тебя просто автомобилист не увидел из-за угла. Это может быть такое. Но здесь мы уже шли по зебре, и он, не знаю, по какой причине, решил не останавливаться. Ну, это турист, у него французские номера. В общем, дальше началось самое интересное. Он начал ехать за нами и что-то кричать на французском. Я ему сначала по-испански говорил, да уже отстань ты и едь. Ты вообще не прав, потому что будешь сейчас приставать, я вызову полицию. Он там что-то там орал-орал-орал, уехал. Ну, мы такие, окей, без проблем, все, идем дальше. Нас было пять человек. Ну, ладно, поскольку я же, как бы, инициатор всего действия. Короче, мы стоим на светофоре, и подлетает этот турист, и хватает меня вот так за шею, и давай душить. Это А, слава богу, что у нас было пятеро. Ну, в смысле, что его оттолкнули, потому что он начал как бы дальше кидаться на меня. Я вот в этот момент включаю свой телефон на запись, и ему говорю, что я сейчас буду звонить в полицию. А вторым телефоном я начинаю звонить в полицию, вызывать службу 112. Вот, он испугался, и давай убегать. Вот, запись есть, я готов его лицо показывать, просто тиражировать этого неадекватного человека. Он давай убегать, и к машине, а я за ним. Ну, как бы, я ему говорю, стоять, давай, раз ты, как бы, считаешь, что ты прав, вызовем полицию. Вот, он там что-то орал-орал, я дошел до машины, пытается сесть, я ему не даю. Там, кстати, камеры везде, его должны были зафиксировать, все это происходящее. Но, он, короче, там, оттолкнул нас, в итоге еще чуть не сбил, потому что он испугался, решительно. Вот, например, машина стоит и пропускает спокойно на землю. Короче, он поехал. Он уехал вообще резко. Мы успели сходить номера, причем я даже запомнил его номера. Машины черная, Ауди. Вот, и... Окей, мне в полицию. А я в этот момент продолжаю быть на телефонной линии в полиции, потому что в момент, когда он еще был, как бы, со мной этот чувак, я позвонил в полицию. Они все это на проводе слышали, как он орал, как там бил. Потому что я достойно... Ну, в Европе 100% нельзя такое делать, это как-то, ну, наказуемо. Это, как минимум, нарушение границ, вообще телесные всякие вот эти вот прикосновения точно запрещены. Ну, и... Окей, мне в полиции такие говорят. Идите в комиссарию ближайся. Называют адрес. Ну, она тут находится в минуте ходьбы. Ну, самое интересное, что обычно полиции в городе много патрулируют. Вчера вообще не было никого. Может, персменка была, может, еще что-то. Ну, не было. Вот. Мы пришли в полицию. А, наверное, мы пошли, вот здесь стоял патруль полицейский, я к ним подошел. Объяснил, они такие... Ну, он же вас не убил? Я говорю, нет, ну, он же напал на меня. Они такие, окей, идите, пишите, ну, как бы, заявление. Я говорю, хорошо. Я посел в полицию писать заявление. И мне в полиции говорят. Ну, там, выслушали, все. Он такой говорит, а как мы его найдем? Я говорю, здрасте. Вот, у меня есть видео с его лицом. Отчетливо видно его лицо. Вот есть фотография с номерами машины. Он такой, дайте посмотреть. Сел смотреть. Он у нас смотрел. И потом такой говорит, а как мы узнаем, что это он? Нам надо его имя и фамилию. Я так на него смотрю, говорю, ну, простите. Он в порыве, когда меня душил, что-то забыл представиться. Я забыл у него спросить, как его зовут-то. Надо было сначала, видимо, познакомиться. Узнать, кто меня там собирается душить-то. Вот, по итогу. Он такой говорит, ну, полицейский. Я так понял, что он ничего делать не хочет. Сел и говорит. Ну, он же вас не убил. У вас кровь нигде не идет. Все же в порядке. Я говорю, ну, а вы считаете это адекватно? Идти в центре. Просто потерпеваю. В центре города, в Йоретте. И на тебя нападает турист. Турист. Как бы. Может, они тоже подумали, что я турист. Вот. А он мне говорит, идите в больницу. Фиксируйте побои. Я думаю. Ну, можно было вчера ночью пойти. Но уже был час ночи. И мне было, если честно, уже не сил ничего идти. Я думаю, ладно. Ребята. Бог с вами. Я добился того, что он в итоге себя опустил патрульным машинам. Что такое-то, такое-то. Почему он сказал, что марокканская внешность? Не знаю. Ну, может быть, марокканская. Я не разбираюсь. Марокканец. Он говорил отчет его по-французски. Номера французские. Он давай смотреть эту машину. Он говорит. Она нигде не зарегистрирована в базе номера эти. Поэтому я даже не знаю, о ком идет речь. Он говорит. Он говорит, что она во Франции. Он говорит, что база-то единая, европейская. Но я не знаю, в чем прикол. Почему машина не зарегистрирована. И что произошло. Почему они его не смогли выследить. Но он передал патрульным машинам вроде как. Чтобы выслеживали черную Ауди на каких-то вот номерах. Не знаю, в чем дело закончилось ночью. Но я сейчас понял, что... А. Я вчера, кстати. Мне так стало, думаю, странно. У меня даже в полиции не взяли заявление. Я написал письмо. Письмо в администрацию. При президенте Испании. Думаю, так, ребят. Нет. Это как бы вообще не дело. То, что происходит сейчас в стране. С вот этой вот всей преступностью. Это как бы странно. Я, конечно, не Гретта Тунберг. Но она, правда, экологический активист. Но, как бы, если честно, то это неадекватная реакция туристов. И написал в нашу местную мэрию в мою тументе письма. О том, что, ребята. Ну, вернее, уважаемая администрация. Как бы, я местный житель. И я бы хотел себя чувствовать безопасно на улице. А не так, что на меня нападают туристы. И пытаются затушить при этом полицию. И говорит, ну, он же вас не убил, радуйтесь. То есть, при условии того, что полиция... Видите, зебра. Все останавливаются абсолютно. Пропускают на зебре. И при этом полиция даже ничего не собирается делать. Меня вот это больше возмущает. Ну, как поступают жалобы, обращения. Я считаю, что тут очень странные вот ситуации были. Например. У меня, я уже как-то рассказывал эту историю. Преподаватель испанского, когда я ходил на язык, рассказывал историю. Он здесь вот в центре, его друг шел и увидел пару ругающуюся. Там парень избивал девушку. И он к ним подошел. Бросил, ну, как бы сказал. Так, ребят, ля-ля-ля, разойдитесь. И как бы их не трогай ничего. Они на него подали в суд. И выиграли дело. Он еще им выплачивает компенсацию. Ну, потому что адекватность весьма странная. То есть тут человек хотел конфликт разрешить. А полиция встала на сторону вот этих вот людей. Вот этого человека наказала. Так вот и здесь история о том, что... Есть случаи, поступила жалоба о нападении. Нападение, я считаю. Это как бы, ну... Это одно из тех преступлений, которые тоже как бы... То есть преступление по факту. Да, он не убил, но... То есть вы готовы работать в момент убийства? То есть вам важно, чтобы убили кого-то? Ну... Не знаю. Короче, сейчас я иду в больницу. Чтобы снять побои. Тут у меня вылезы синяки. И как бы... Будем разбираться. Буду дальше. Все-таки пойдут писать. Я понимаю, что, скорее всего, это Франция. И, возможно, он мог уже и уехать в свою Францию в это. И дальше ты уже его ищи. И не знаю, что будет делать полиция. Может быть, и ничего уже не будет делать. Потому что тут до границы с Францией полтора часа езды. Ты и ты во Франции. Поэтому... Поэтому... Но надо... Разбираться. Как минимум... Такая ситуация, но не должна повторяться. Поэтому... Не пропустил тебя на зебры, лучше промолчи. Не задавил тебя, лучше промолчи. И вот, понимаете, испанцы живут по такому принципу. Они не будут возмущаться. Вот что бы ни случилось. Даже вот вчера огромные толпы стояли людей. И никто ничего даже не начал, не кричать, не подошел. Да, то есть... Это как бы норма. В туристический сезон, если есть какое-то нападение, драки и так далее, это норма. Здесь в Юрете. Ну, не только в Юрете, а в туристических городках. Поэтому... Я думаю, что испанцы привыкли к такой вот истории. И не обращают внимания. Поэтому я думаю, что либо это так, настолько запугали общество, что такие реакции весьма неадекватны. Когда нападают, вот ты стоишь, ты ничего сделать не можешь. Ну, когда вот эти вот истории показывают, вот столько этих историй, да. Грабитель залез в дом, а ты ничего не можешь сделать. Вот ты беззащитен. Как бы... Да, он залез к себе в дом, но ты не имеешь права его трогать. Если ты его тронешь, он тебя в суд подадет за то, что ты его тронул. И ты проиграешь. Да. А вот тут очень странно. Напали на улицу, и полиция говорит, что... Извините. Ну, серьезно. Защищая свой дом, ты не прав. Защищая себя тоже. То есть, ну, как бы... Очень странно, на чьей стороне здесь закон. Вот, поэтому... Тут, кстати, в последнее время... Я тоже так заметил, показывают очень часто, что общество начало уже, видимо, на грани точки кипения, со всеми этими воровством, разбоями и так далее. И тут был случай. Грабитель залез в дом в какой-то... Я не помню, где это произошло, но в каком-то регионе Испании. И... А там жили бывшие боксеры. Три мужика таких. От него просто избили, выкинули на улицу, отпинали, чтобы неповадно было. И там все пишут, аплодируют этим людям, что так и надо бороться, вот, значит, с преступностью. Но при этом, видите, в соцсетях все сильны, все гораздо написать и так далее. Но при этом, на деле, оказывается, что лучше молчать. И вот вчерашний случай тому тоже подтверждение. Я даже сказал бы, что сегодня, сегодня ночью прошло, сейчас ночью. Вот. Так вот, в общем, общество реагирует на все правонарушения. Сейчас пойду в больницу, зафиксирую. И пойду в полицию писать заявление. Будем разбираться. Сейчас обязательно раскрутим, и в больницу сказали. Все, я снял побои. Записали, зафиксировали все, писали. И сказали, с этой бумажкой нужно идти сейчас в полицию. И писать заявление на этого человека. И доктор такой говорит, ужас, вы что, что творят французы, вы что, нет. Это так как бы, ну, то есть, доктор с такими глазами на меня селся. И говорит, да, это как бы без внимания нельзя оставлять. Просто продолжение истории. Я как бы пойду дальше. Но я вот рассказывал, что мне, что я писал в администрацию города Йорет-де-Мар письмо. Сразу же я написал письмо. И сразу же написал письмо в администрацию президента Испании. Например, министра Испании. Но я пришел ответ от администрации президента. Они мне отправили контакты и написали, что мы приносим свои извинения за такой инцидент. Очень жаль, что с вами это все произошло. Но, к сожалению, администрация президента таким делами не занимается. Это как бы мы некомпетентны. Напишите, пожалуйста, письмо в Министерство внутренних дел, чтобы разобраться с этой ситуацией. Вот. И поэтому я сейчас пойду в полицию, напишу заявление, посмотрю, что там мне ответят. И дальше уже будем разбираться и смотреть. Честно, я не хочу оставлять это дело, потому что это не должно быть повторяться, это не должно происходить. Все должно быть адекватно. Потому что для меня лично странно, что какие-то малейшие вещи задерживают и там арестовывают. А когда на тебя напали, факт нападения есть, есть свидетели, камеры зафиксированы, потому что ты просходил в центр, камер много и так далее. Ну, никому нет дела. Поэтому будем бить на все колокола и рассказывать, что произошло. Пришел в полицию, стою, жду. Когда меня пустят в полицию, дверь закрыта. Потому что люди тут стоят, потому что грабили кого-то. Короче, как работает полиция? Я пришел вот в полицию, написать заявление. А мне говорят, а вы взяли талончик? Ну, у вас есть запись на визит к нам? Я говорю, какая запись? Меня чуть не убили, а вы тут запись. Она говорит, без записи, ну, как бы, ну, можете сидеть, ждать, но у нас там до вечера все расписано, поэтому, ну, как бы, либо ждите, либо берите запись на ближайшее время, там, когда есть. Но на сегодня все уже занято. Думаю, ладно, бог с вами. Надо подчиняться, видимо, системе. И я решил взять эту, значит, запись. На завтра было время на 9.45 утра. Ну, хорошо. Раз вы так хотите, я возьму запись и придут завтра в 9.45. Но при этом я, честно, не понимаю. Как минимум, он уже, ну, Ножа может уехал из Испании, но он может за это время и уехать, может еще творить дела. Поэтому очень странно, как бы, как полиция работает. Надеюсь, вся вот эта ссора полиции поехала искать этого француза. Просто их, наверное, человек 10 проехало полицейских с мигалками. План перекрытия. Нет, конечно, ничего не поехали. Я более того уверен, что ничего и не произойдет. Потому что, ну, как бы, ну, ничего же не случилось, как по факту. Ну, подумаешь, поддушил чуть-чуть. Ну, подумаешь, синяки вылезли. Ну, как бы, ну, ерунда. Вон у меня доктор написал мне в больнице. Все зафиксировано. А в полиции просто, я не понимаю, как так вот может работать полиция? У вас нет записи, значит, как бы это. Но. Бельгия решила не пропускать. Соскорились на зебре. Я так понимаю, вот иностранцы сюда приезжают, они не пропускают на зебре. Но лишь испанцы молодцы, которые останавливаются всегда. У меня ни разу не было такого, чтобы испанцы меня не пропустили на зебре. Абсолютно ни разу. Тут вот, здрасте. Франция вчера чуть не сбила. Сегодня Бельгия. Ну, слава богу, они как бы далеко были. Но в такой момент лучше молчать. Ребята, едете, все, едьте. Чем потом а, собьют, б, еще и задушить могли. Ну, короче. Будем стыдить. За развитием событий, что там будет дальше? У меня же самому уже интересно.